если срочно нужен отдых нужно переключиться а до отпуска еще далеко мини-тур то что нужно как глоток свежего воздуха так что никакой хандры готовимся к новой поездке она уместится в этот уикенд поехали сегодня я собираюсь отправиться в биатлонную школу вперед моя команда все хорошо я пока пока я на месте полетать на зиплайне между соснами сколько людей из 100 доезжают до конца и и узнать как в старину парни кадриле девушек а вот смотри оба сено находится на юго-востоке витебской области от минска это больше 200 километров на машине это расстояние можно преодолеть где-то за два с половиной три часа можно попробовать добраться по железной дороге но сначала нужно доехать до богушевска а потом на перекладных до сено поэтому если вы без авто лучший вариант это маршрутка сено небольшой уютный городок он раскинулся на берегу одноименного озера отсюда и я начал свой маршрут говорят раньше существовало поверье что когда в городе рождается ребенок нужно посмотреть на озеро если вода ясная и тихая жизнь будет спокойной и размеренной а если волны и ветер то у родителей вырастет настоящий непоседа которого ждет яркая и насыщенная жизнь а лебеди но это красиво недалеко от озера есть источник местные жители постоянно берут из него воду если вы полностью не перешли на отфильтрованный вариант тоже можете попробовать я читал что в ней содержится сероводород но пока таких прям ярких характерных запахов я не чувствую водах холодненькая такая бодрящая жару вообще самое то находится источник возле замковой горы как говорят местные от нее осталось только название да когда-то здесь действительно стоял замок но он был разрушен впервые сено упоминается в 15 веке и как часто бывает в истории за это время сменил ни одного владельца в этом году городу исполняется 580 лет на гербе города изображены две косы как думаете чем связано кассе у ясь конюшину может и косил но с песней это никак не связано говорят что когда-то здесь проходили ярмарки где торговали сеном скорее всего отсюда и название если говорить о дореволюционной архитектуре смотрите на какую красоту я набрел это здание бывшей земской управы теперь в нем находится музей один из его выставочных залов посвящен крупнейшей танковой битве которая произошла под сено в начале великой отечественной владимир битва была при сено новую историю называют лепельским контрударом почему действительно до лепестки контрудар то есть это по сути битва то есть широкая масштаба а уже она сама распадается на несколько локальных сражений то есть сражение за сено на реке черногощница и силы пятого мех корпуса точь направлений на лепель обратите внимание очень надеюсь что вам видно как проработана здесь каждая деталька все так четко точно выверено скрупулезно обалдеть я себя ощущаю таким большим человеком который наблюдает реальную жизнь вот таких маленьких людей даже грязь продумали представляете на гусенице грязь это кстати те самые к в 2 которые участвовали здесь в битве кроме всевозможных моделей танков в музее есть подробные карты с описанием боев копии фотографий и оригинальные предметы тех лет обратите внимание эту печку во время войны смастерили из гаубичной гильзы ею отапливались землянки блиндажи можно было даже что-то разогреть при желании вот сюда вот это все размещалось вот такое окопное творчество а это указатель поворота от немецкого грузовика при нажатии будь то налево либо на правый поворотник выдвигается такая система и моргает указывая в какое направление человек двинется удобно тридцатые тридцатые годы немецкий автопром кстати недалеко от музея можно увидеть военную технику в масштабе один к одному хочется залезть внутрь и порулить такой махины или хотя бы посмотреть но ничего не получится кроме корпуса здесь ничего нет не разгонишься и увы никуда не улетишь но красота безумная придумал эти самолеты легенда мировой авиации павел осипович сухой родился он кстати витебской области в глубоком знаменитые земляки есть и псенинском районе например матрена маркевич в свое время мастерица создала нарушники узор который стал национальным орнаментом сегодня в центре города возведен монумент как дань уважения самой матрёне и памятный знак флагу в этих местах родился и знаменитый скульптор заир асгур его шедевры стали одними из символов минска все но тоже хранятся его работы я решил на них посмотреть у меня ощущение что я из минска никуда и не уезжал те самые скульптуры на площади голоса правда только чуть уменьшенном размере администрация школы вышла на связь с родственниками заира исаковича и мы получили на вечное хранение 14 его работ среди них конечно и прототипы эскизы скульптурные будущего памятника оказывается с якубом колосом асгур познакомился еще в студенчестве ему поступил заказ вылепить с натуры портрет поэта и писателя для витебского краеведческого музея асгур блестяще выполнил свою работу семья мицкевича и и очень оценила одобрила и с той поры у них начались такие тесные дружеские отношения дело в том что семья мицкевича и для асгура стала просто ангелом-хранителем они поддерживали отношения они поддерживали его помогали и даже когда он учился в ленинграде они присылали ему деньги таким образом они все время как бы были на связи и дружили над большим ансамблем песняр и герой его произведений скульптор работал 10 лет но этот монумент классик так и не увидел что интересно у всех героев этой композиции есть прототипы из реальной жизни например где с дедом талашом он был очень близко знаком легендарный партизан и его сын они тоже позировали ему для этой скульптурной композиции образ ганочки асгур лепил с внучки своего соседа по даче художника алтуфьева а известно сколько всего скульптур он создал асгур создал огромное количество скульптур но насчитывается более полутора тысяч но я думаю что их еще и гораздо больше дело в том что во время великой отечественной войны когда немцы вошли в все скульптуры были разрушены говорят что немцы расстреливали скульптуры асгура потому что он лепил цвет нации самых героических самых передовых людей там было очень много неприятных наверное для них и они расстрель расстреляли всю мастерскую один разговор может изменить взгляд на казалось бы привычные вещи вернусь минск прогуляюсь к площади и куба колос и внимательно присмотрюсь к скульптурам после экскурса в историю я решил отправиться в парк там красиво это раз чистый сосновый воздух 2 и в третьих там можно встретить будущих чемпионов по биатлону именно все но свой путь большой спорт начинали трехкратный чемпион мира петр и вашка и олимпийская чемпионка ирина кривко мне повезло я смог пообщаться с валерием лекторовым их первым тренером вы больше добрый тренер или где-то жесткий или какая-то смесь кнут и пряник я считаю визуальный подход каждому бывает иногда и в тупик становишься не можешь ключики подобрать все получается 8 меня требуете много или наоборот вы на меня не обращаете внимание тем более девочек много по мне ходит девочками что очень сложно по природе да особенно скажите можно ли что-то сделать из новичка кто никогда не стоял на лыжи-роллерах ну однажды однажды у меня было ящик про себя говорю не на взрослого занимался чем-то символ богатые движения ну что будем пробовать так ну стоит норму стою нормально стою нормально самое страшное что на лыжи-роллерах нет тормозов тормоз сегодня только я один пока еду видите как все предостерегаются не ну нормально нормально получается по-моему хит вперед моя команда ваня догоняй полина и сколько вот таких вот кругов вы в день наворачиваете это сколько в километраже три километра каждый день вот так вот обалдеть и как нравится не было такого что когда это все закончится нет все нормально я понял ну хорошо а сейчас у нас получается мост арт я так понимаю да судя по всему сейчас я сделаю мост арт я если буду падать вы меня ловите пожалуйста потому что тут не без этого хорошо идем стой тихо тут горка у меня своя схема ну как вы видите все нормально все хорошо я пока пока я на месте главное не применить аварийный способ торможения асфальт хорош для езды а не для скольжения по нему всем телом эй подождите меня подождите что это за беспредел такой старших же надо уважать и подождать а вот это мой друг мой друг новый вот спасибо большое как тебя зовут егор поехали как тебе егор нравится как давно занимаешься пяти лет а сколько тебе ты уже пять лет занимаешься ничего себе ого а тебе вот больше нравится на лыжи роллерах или зимой на нормальных лыжах и так и так нравится я понял а выигрывал что-нибудь ты уже все вы все мне кажется ты все выиграл за пять лет пять лет все нормально был бы шахматист упал а так ребята ну давайте так допустим зачтем мне пробежку пострелять следующий этап я так понимаю правильно научите супер тогда все поехали что нужно делать ты ты мне прям рассказывай пошагов потому что я это видел только в кино спорте важна не только физическая подготовка но и удача надеюсь фарт сегодня на моей стороне винтовку я одолжил у и гора чувствую он уже сделал на ней стоиста попал попал и гор мне кажется у тебя какая-то 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 волшебная мне кажется вообще мимо стрелял в пятую еще разотворную ничего себе нужно голову не нужно поднимать туда смотрим попал 3 из 5 егор спасибо огромное у тебя потрясающая винтовка это круто тебя результат конечно лучше я тебе желаю больших успехов чтобы мы тебя смотрели по телевизору и гордились огромным количеством золотых медалей наград хорошо обещаешь молодец давай пять умница кроме лыжероллерной трассы в парке есть еще веревочный городок трехуровневый из всех испытаний я выбрал полет на зиплайне это сейчас так модно говорить а вообще это спуск по троллею себя сейчас вспоминаю трех пятилетним когда тебя мама ушушки вы миллион вещей и теперь можешь идти на улицу вот а как вообще по статистике сколько людей из ста доезжают до конца все все доезжают слава богу вот в этом в этом деле главное не допускать исключения а сколько вот вообще этажей если в этажах померить это это смотри что высоко примерно я там 4 этажа но я вот третьего прыгал помню после этого ничего не помню так ну вроде бы экипировался теперь можно на старт лестнице прижимаетесь больше атака в чем-то в руках не нужно зафиксы куда-то не надо куда не нужно прижиматься к лестнице но началось испыта а все если я все это хорошо что есть страховочка поэтому держаться крепко и желательно задереванное что же быть зачем могли не говорите вы как-то посмелее бы лес страховка не работает на лестнице есть какие-то правила там смотри вниз вот эти вот подбадривающим мотивационные штуки у меня есть ощущение что наши продюсеры хотят от меня избавиться боже мне сказали что весь спуск длится примерно 10 секунд это даже меньше чем stories в instagram но все равно не по себе вы просто не видели спуск от первого лица тихо все нормально я на месте все что можно было отбить отбил как видите все нормально все хорошо я не знаю если кто-то кто боится высоты больше чем я но все нормально все ребят если хотите себя почувствовать настоящей птицей побороть свои страхи шагнуть навстречу себе естественному вперед вы знаете куда ехать давайте я с вами если у меня получилось у вас точно получится сколько в мире существует видов танцев точно не знаю думаю правильный ответ будет и серии ну очень много все но вы можете узнать больше о кадриле заводном танце с прихлопами притопами и откаблукиваниями дмитрий правильно ли я понимаю танец кадриль от слова кадрить ну не дитак можно не совсем так по на лучше али по сутности неде прикладно то же самое то есть такой схема по охмуриванию девушек и самая працующая свой час схема серьезно конечно безумно это же фактично колеса раз люди ходят у клубы и знакомиться с девчатами то ранее на так само ходили у клубы и хаты танчить кадриль и забирать девок какие им подобались танец он в принципе старинный или именно ваш коллектив его возродил кадриль была малюкожные вёски и никто не называл корсовской кадрилю ходцевской все называли кадриль по усюль это уже потом к подразнить одну кадриль а другой у беларуси больше за тысячу они прям отличаются они адрозниваются так и в певных кадриль их есть пересовывание трех кроком уходцевских шоркающим проком это вроде устрякается и осте кадриль и восьхо тускай на поколе то бы так сам они все по кадриль и были поколе головная задача показать девочине что ты самый крутый и наповин пасти ненавида с тобой они вось тым яки так сама точить или точить в окна и давайте попробуем входцевской кадриль и четное количество пар причем всегда взаимодействует только две из них выход в центр и пошли крутить фигуры девчонка а выходит вось хлопчика так просто в боку так а хлопчик просто шоркающим кроком спокойненько рухается и поворачивать и крочить вот так вот как гусь я гусь и потом тримая девочку и кружить каждое колено то есть мини танец в общем большом заканчивается хлопком а потом смена движений и так практически до бесконечности серьезно раньше кадриль могла длиться в полтора а то и два часа все происходит быстро я уже и забыл что нужно делать просто левый левый до кадриль это целое представление смотреть на него со стороны также интересно как и в нем участвовать кстати ходцевская кадриль может пополнить список нематериального культурного наследия беларусь красавчик какой а класс да ты лучший держи забирать двоих забирает с таким-то танцем ну как тебе нормально спасибо пронесло не зря не зря уличные танцы теперь мой самый любимый жест опа все я вам скажу так вот когда мы что-то начинаем делать мы всегда думаем вот пригодится нам это или нет вот с народными танцами это не работает она вот у тебя все в крови уже вот пробуйте советую пробуйте будете делать я очень надеюсь что именно в этом году танец станет культурным наследием вы вообще классные я вам аплодирую вы вообще браво низкий поклон дмитрий спасибо огромное спасибо всем как концерт какой-то прошу каждый турист должен знать не только где и что посмотреть но и перекусить а опытный путешественник должен знать где поесть вкусно я нашел такое местечко там можно попробовать национальные блюда и самим научиться их готовить алла я слышал что вы коллекционируете народные рецепты и преподаете мастер-классы но собственно я поэтому и прибыл расскажите что мы будем сегодня делать сегодня мы будем готовить бабку дероную есть несколько версий почему блюдо такое название по одной картофельную запеканку пробовал наполеон когда был в здешних краях на вопрос кто это приготовил никто не ответил сказали мол какая-то бабка так и пошло-поехало алла я извиняюсь я тут но пытаюсь всячески за вами угнаться никак не получается мы куда-то торопимся да мне не торопимся но у меня не уже к набита я понял дети семья мужу надо отправлять на работу а всегда блины любите всем с маслом со сметаной помогать любят ну их проходит сейчас мы эту картошку отправим чугунок так отправляется картофель чугунок для запекания сейчас посолим так а есть какие-нибудь специальные там чтобы вкуснее был на глаз соли солю вкуснее хочу нету 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 муки тоже на глаз добавим яйцо одно ты разбиваешь второе я нормально паска прошла но все равно каждого быть ножом я ложкой сюда чтоб вкуснее было главное не промазать промазать ты готов смотри домашняя красивая яйца я бы сказал что картофельная бабка изобретение для ленивых если хочется чего-нибудь эдакого а времени особо нет блюдо как нельзя кстати готовится быстро и просто отправляем в чугунок восемь спасибо и вкусно сейчас затопим печку антон такие ваза палочки наши дяды с бабулями то затапливаю печкой перри ваза палку у меня так его и тогда будем под семейный очаг получить да да вот такой не стерзь антон нам надо отправить короче чугун в этой с бабкой у печку чтоб запеклась а я на может да можно ну что маршрут для бабки построен да вот осталось подождать 40 минут и можно садиться за стол и так пробуем да да попробуем смашная вы не представляете как я ждал этого момента настоящий пир праздник живота картофельная бабка получилась сочная мягкая за уши не оттащишь так вкусно алла девчат спасибо вам огромное правда не ожидал что будет такой гостеприимный радушный прием очень здорово очень нравится всегда рад когда именно такие моменты у нас остаются в конце путешествия поэтому абсолютно каждому советую повторить мой маршрут спасибо вам огромное проезжайте будем сустракать вас обовязково спасибо спасибо для любителей путешествий сезон никогда не заканчивается стройте свои маршруты берите наши и открывайте новые места ну а с вами увидимся совсем скоро пока пока